Я стараюсь сделать свой доклад достаточно интересным, быстрым, в рамках отведенного времени. Несколько слов о себе и сразу, почему такая тема, зачем, какие были мысли, почему я решил выступить с этой темой, и чего следует ждать, чего не следует ждать во время моего выступления. То есть о себе. Я работаю в городе Харькове, компанией Мэшком. Наша компания специализируется на использовании вашего продукта, дарая команда Magento. Соответственно, у меня есть опыт работы на разных фреймворках. Предыдущее место трудоустройства было самописный фреймворк. Соответственно, переход на Magento был не так давно. То есть это было всего лишь полгода назад, и сразу была Magento 2. Отсюда идея, почему такой доклад. Мне стало интересно, как и любому, я думаю, из вас, человеку, который заходит на новый проект, или начинает пользоваться новой системой, а что здесь, как, почем, что как сделано и так далее. Соответственно, я начал на это смотреть в разрезе всем нам известных принципов Solid. Более того, я знаю, что команда Magento 2 следует им. Как бы в своих целях при написании корр она следует этим принципам. Поэтому я хотел просто для себя выяснить, как здесь все устроено. Ну и начал подмечать определенные детали и решил просто подготовить на эту тему доклад. Показать, как, по моему мнению, Magento 2 помогает нам использовать эти принципы при разработке своих кастомных решений, при кастомизации, то, что мы, в принципе, делаем каждый день, большинство из нас. Проект, на котором я сейчас работаю. На Magento 2 это проект для голландского магазина дорожных знаков с определенной функциональностью специфической для этой среды. Это, по сути, несколько конструкторов для создания макетов дорожных знаков, которые внедрены в формат интернет-магазина передачи их на производство. Ну и, соответственно, остальной весь функционал, который характерный для любого интернет-магазина. Особо, как бы, поскольку это один из моих первых проектов, особо ничего суперкосмического я вам тут не расскажу, не покажу. Соответственно, у меня будет более такой экспириенс, описание собственного экспириенса вхождения Magento 2. И основной посыл это показать, как используется средь принципов, в каких местах, возможно, как следует нам эти места использовать при разработке своих кастомных расширений, для того, чтобы следовать философии Magento 2, которую они пытаются нам медвить. А именно solid философия. Почему важен solid? Вообще, я думаю, вы все согласитесь, это дорогая штука. Да, то есть, когда мы приходим и говорим менеджеру, что мы будем писать на solid, и нам дайте, пожалуйста, два месяца на проектирование, то, ну, как бы, по-разному реагируют люди. Но тут нужно понимать, опять же, value solid в перспективе поддержки, и понимать то, что сама система Magento 2 нам дает очень много для следования solid без вот этой дополнительной затраты времени. То есть, я думаю, что каждый из нас все эти места, которые я буду перевести в качестве примера, уже тысячу раз использовал, те, кто работает на M2. Но, возможно, не все задумывались, какой это, допустим, solid принцип реализует. Вот в этом, как бы, основная суть этого доклада. Я постараюсь вас им заинтересовать. Итак, solid долго останавливаться не буду. Стандартная картинка находится в первой гугле. То есть, можете проверить, кто не верит. То есть, solid я рассказывать вам долго не буду. Все, что я хотел сказать, я уже вступление сказал. Расшифровывать опять же мы будем по ходу для тех, кто не знает. Но, я думаю, таких здесь нет. Поэтому, особо эксцурс в историю возникновения этого акронима, чего он означает, зачем его использовать, сколько он стоит, я думаю, смысла нет. То есть, как бы. Это, как бы, первые пункты программы. Опять же, зачем нам solid на проекте? Ну, вообще, наверное, не каждый из нас задумывался. Но, меня такая мысль посетила. Я хочу с вами поделиться. И, возможно, кто-то в комментариях к моему выступлению скажет свою мысль. Что даже делая кастомизацию и используя систему Magento 2 в своих кастомных проектах, продавая их непосредственно клиенту, мы так или иначе становимся участником достаточно большого и сложного проекта, который следует solid 2. Поэтому нам важно понимать это и стараться, во всяком случае, стараться по мере возможностей и ресурсов следовать это при написании своих экстеншенов. Дальше. Ну, в моем случае над нашим проектом работает достаточно большая, определенная команда. То есть, более того, команда разговаривает на разных языках. Для большинства, для всех, наверное, английский не является родным. И очень тяжело иногда организовать коммуникацию именно в проекте, который не следует этим solid принципам. Опять же, аргументировать, почему я не буду, это, наверное, не предмет данного доклада. Еще такой пункт, который нас может подвинуть на использование solid исследования, то есть, это долгосрочное сопровождение проекта, то есть, работа над какой-то продуктовой, допустим, компанией, которая использует Magento для своих sales, а не какой-то там разовый проект, типа написал и забыл. Но опять же, тут мы переходим к четвертому пункту, что если ты написал и забыл, и кто-то из твоих коллег потом открывает этот код, то у тебя автоматически падает карма. Поэтому всегда нужно думать не только о текущих задачах, а и о перспективе. Итак, как Magento 2 помогает нам следовать следовать принципам. То есть, она действительно помогает, не знаю, картинка должна это как-то отобразить. Как минимум, вот так помогает, да? То есть, первый принцип, опять же, это принцип Single Responsibility. И я его в Magento 2 встречал во многих, ну, встречаю постоянно, потому что разработчики стараются его придерживаться. Поэтому я привел только те места, как мне кажется, которые более всего ярко. его реализуют. Если я буду не прав, опять же, будет очень хорошо, если кто-то меня исправит. Тем более, будет очень хорошо, если кто-то исправит из присутствующих здесь уважаемых архитекторов и так далее. Соответственно, первое место это разделение моделей на, не по соответственно, модель, ресурс модель и коллекшн. Опять же, у меня опыта с М1 не было вообще, от слова вообще. То есть, поэтому, когда я, в принципе, пришел, посмотрел, как это реализовано здесь, то есть, где у нас, по сути, выделена отдельная ответственность за определенные группы функций, да? То есть, как это предполагает принцип цингрестуссибиритета, было очень приятно увидеть. Следующее. Разделение контроллера на отдельный экшн. Насколько я помню, с рассказов коллег, вечерами вокруг костра, там, знаете, то есть, в М1 этого не было. Но, опять же, это не новшество М2. Я думаю, все, кто работал с другими флёками, это знают. Но почему это хорошо? Это хорошо, потому что при изменении непосредственно какого-то определенного действия нам не нужно думать о регрессии на уровне всего контроллера, да? То есть, у нас некоторые говорят, допустим, у меня некоторые коллеги до сих пор говорят, да зачем? Да зачем эти экшн? Я раньше все один файлик писал, так же круто работал. Ну, действительно. Но, на самом деле, это такая краткосрочная перспектива. Это, скорее, отношения написал по-быстрому и забыл. На практике, когда у вас каждый экшн является отдельным классом, и они, в принципе, расположены достаточно связанно, то есть, как правило, в М2 по отдельным контроллерам, папкам, namespace, то есть, это позволяет непосредственно следовать принципу single responsibility. И, фактически, нам Magento 2 команда говорит, вот, пожалуйста, мы написали такую структуру, следуйте. Нам даже не надо, по сути, думать, что эти экшн сделаны для single responsibility. Но, если задуматься, так оно и есть. Пункт, на котором я хотел бы остановиться. Одной из первых задач, когда я чуть-чуть прошел туториал, попробовал написать какую-то задачу решить и так далее, и так далее, это была установка какого-то кастного модуля. Причем дали мне почему-то его на M1. Хотя я... Но я столкнулся с проблемой чистки базы. После непосредственно нескольких старых модулей. Я думаю, те, кто разбал, все с этим стыкались. Это действительно проблема, потому что ты начинаешь изучать старые экстеншн, которые тебе, по сути, не надо, которые тебе просто нужно выбросить. То есть новый экстеншн, потому что его тебе нужно поставить. Смотреть, как почистить и при этом не поломать. Еще очень страшно, если это не страшно, как правило, это бывает на работающих проектах. То есть это занимает действительно очень много времени. Мне очень понравилась идея с AnInStall скриптом. То есть не знаю, у меня на проекте он не отрабатывает. 2.1.5. То есть сама идея очень крутая. То есть потому что ты сразу заранее проектируешь, что тебе нужно будет удалить. То есть ты, допустим, пишешь в своем экстеншн создание какой-то структуры, то есть добавление каких-то, возможно, изменение каких-то коровских сущностей базы данных. Соответственно у тебя по итогу какие-то изменения, которые могут препятствовать работе других экстеншн. Соответственно ты сразу написал AnInStall скрипт и при удалении твоего экстеншн у тебя все красиво. Твои коллеги тебе поаплодировали и все. Соответственно, насколько я знаю, опять же с доклада Игоря, что Setup Script планируется переработать. Единственное, хотелось бы попросить, чтобы такая функция авточистки была реализована, ну или готов как бы поучаствовать во всяком случае. Я считаю, что это очень классная вещь. Потому что фактически мы заранее предусматриваем, что нужно почистить и как вовлечить жизнь себе же, возможно, если мы будем этот проект поддерживать. Ну а работать нужно так, чтобы клиент захотел, чтобы мы этот проект поддерживали. Разделение интерфейсов в базовых модулях. Тут у меня, по-моему, детальнее в следующих примерах. Это примеры экшенов. Опять же, код взят из моих некоторых экстеншнов и моих коллег. Поэтому особо просьба строго не судить. Но это как бы пример, который я хотел показать при описании разделения на экшены. То есть мы видим, что у нас каждый экшен является собой отдельный класс. Они, в принципе, сгруппированы по namespace для того, чтобы обеспечить определенную связность. Чтобы человеку было понятно, за что это, за что, ну, какой их delayed hotlist, чего delayed hotlist. Ну, то есть понятно. Сетап скрипты. О них мы тоже поговорили. То есть, опять же, еще стоит вспомнить, наверное, recurring script. Не знаю, кто-то использовал, не использовал. Я, как бы, даже если надо, я его все равно пишу, потому что мне это нравится. Считаю, что даже если оно в какой-то у меня в следующем заработает, значит это хорошо. Потому что, ну, очень-очень классная идея. Следующий принцип, open closet. Опять же, останавливаться нам отдельно не буду. Но, важность его в такой системе, как Magento 2, я думаю, не может быть не оценена. По той причине, что мы ее постоянно кастомизируем. И чем меньше, более того, насколько я знаю, еще начиная с M1, запрещено, бьют по рукам, менять core-код. Поэтому нам, ну, разработчикам нам было такой челлендж, наверное, сделать возможность его максимальной кастомизации. То есть, фактическое следование open closet принципа. То есть, у нас, по сути, для изменения коровский код запрещен, но для расширения и для изменения он у нас открыт. То есть, какими способами это достигается? Я думаю, вы их, опять же, все пользовали. Ничего нового я вам не скажу. Но, может быть, кому-то интересно посмотреть на эти способы в чуть-чуть другом ракурсе. Опять же, интересная картинка про хирургию и так далее. Опять же, какие есть, фактически, несколько способов. Это обсерверы, плагины, DI, что мне очень понравилось, я там далее привожу пример, это наличие виртуальных типов. То есть, очень прикольно, когда мне нужно нагромождать дополнительную структуру класса для того, чтобы передать требования Magento 2 сущности. То есть, вы это можете сделать в XML, быстро определив все, что вам нужно. Ну, а также использование в некоторых сущностях extension attributes. То есть, я их использовал, по-моему, в первом своем extension для написания, для решения check-out. То есть, передачи необходимых металлов, без добавления, то есть, фактически, использовал их, как обертку для передачи дополнительной информации со страницы check-out. Обзерверы, опять же, они, насколько я знаю, насколько я читал в туториалах, когда разбирался с Magento 2. Команда Magento 2 не рекомендует использовать скорее плагины, чем обзерверы. И, насколько я знаю, планируется их чуть ли не задеприкатить. Не знаю, может кто-то в комментарии из команды заправит или наоборот скажет, что я зафеллился в этом утверждении. Обзерверы, опять же, перечли нас, как и были с первой Magento. Я думаю, особенно на них останавливаться смысла нет. Но, опять же, важно в ракурсе моего доклада понимать, что это как раз инструмент, который помогает реализовать принцип Open Closet на практике. То есть, именно у Magento 2. Пример использования extension attributes. Опять же, о нем уже остановился, поэтому дополнительно сказать особо нечего. Ну, использование виртуальных типов. Отдельно хотелось бы сказать, что понравился очень доклад с Match.com вашего коллеги. Это Евгения Сентябрева, если я правильно все помню, в котором он рассказывал про расширение payment и wallet в Magento 2 фреймворка. Соответственно, как мне кажется, очень яркий пример непосредственно использования бритвальных типов и непосредственно использования Open Closet принципа на практике. То есть, возможно, я не прав, возможно, кто-то видел принцип получше в М2. Поэтому, опять же, приветствуется в комментариях непосредственно сказать это. Следующий принцип, опять же, один из наиболее, наверное, сложных для реализации и восприятия. Опять же, как это реализовано, как они это делают, как они заставляют ему следовать, хотя мы этого не хотим, возможно, иногда. То есть, непосредственно для расширения контракта использует Magento 2 в основном интерфейсы. И тем более, что хотелось бы отметить, что очень правильно выбранные абстракции, я, допустим, так и не смог найти пример, когда бы они были выбраны неправильно. Возможно, я просто потратил мало времени и, опять же, что-то скажешь и, возможно, кто-то сам с разработчиком сможет меня опровергнуть. Но, опять же, такова была идея самого доклада, чтобы не только сказать вам или познакомить с какой-то новой технологией, а непосредственно поднять ваш интерес к принципам абсолютных реализации в М2 и пониманию того, что они там не только есть, они уже работают, даже если мы этого не хотим, по сути. Это пример, по сути, как мы можем использовать в своей практике расширения абстракций. В данном примере один из моих коллег написал дополнительную консольную команду для того, чтобы она еще и кроме флеша, кроме чистки кэша, чистила папку generation, удаляла ее сразу, потому что это приходится делать достаточно часто. Я думаю, это не новость, опять же. Соответственно, каких команд для своих целей вы также можете реализовать сколько хотите. Соответственно, единственное, правильно выбрать абстракцию, от которой вы хотите или относиться, или интерфейс, который вы хотите реализовать. Следующий очень интересный принцип. Вообще все принципы solid между собой очень связаны. Я думаю, вы это знаете. В принципе, не следование одному или двум порождает ситуацию, когда автоматически остальные начинают нарушаться. Поэтому вот этот данный принцип конкретно связан очень тесно с принципом single responsibility. Соответственно, если мы нарушаем первый принцип, то мы фактически нарушаем и данный принцип, то есть разделение интерфейсов. Данный принцип, я думаю, вы помните, он нам говорит о том, что лучше нам давайте меньше интерфейса, чем давайте один, но большой. Как они это делаются? Что очень понравилось, там есть пример на слайде, это очень, наверное, как даже сказать это слово, очень хорошее. То есть будет дробление интерфейсов в непосредственно ядре Magenta 2, то есть что позволяет при их реализации не думать о нарушении каких-то, возможно, других контрактов, или возможно нарушение каких-то регрессионных вопросов, то есть опять же, если вы их исследуете при своей разработке. Опять же, отсутствие классов контроллеров с огромным количеством методов. В моей практике был один контроллер на 64 метода, когда его пришлось рефакторить, это заняло очень много времени, потому что вызывался на абсолютно непонятных местах и было очень больно, действительно, долго, очень много времени. Ну, еще мне понравилось, опять же, использование репозиториев как отдельного слоя в работе непосредственно модулей и разделение их в зависимости от тех клиентов. То, что у нас предполагает, опять же, может не помнят, что напрягает принцип интерфейс-рагреейшн. Это то, чтобы мы разделяли наши интерфейсы не в зависимости от того, где они реализованы, а в зависимости от того, какие клиенты их пользуют. Соответственно, хотелось бы отметить, что, опять же, не получилось найти примера, возможно, я потратил недостаточно времени, когда бы этот принцип нарушался. Непосредственно, пример реализации роутер интерфейса. Ну, ничего сложного, я думаю, дам для вас интересного просто как пример данного принципа. Ну и, соответственно, последний, dependency inversion принцип. Стандартная картинка интересная. В данном пункте хотелось бы обратить на два момента. Это использование фактически во всех возможных местах абстракции для описания взаимосвязей между сущностями. То есть это передача интерфейсов без привязки непосредственно к конкретным реализациям. И отдельно хотелось отметить, понятно, что, скажем так, написание юнит-тестов, оно фактически не четко связано с этим принципом. Оно вообще связано с тем, что команда M2 использует solid-принцип. То есть мы, по сути, можем организовать юнит-тестирование, то есть оно организовано уже в M2. Что является прямым профитом следованию solid-принципам. То есть, соответственно, примеры. Опять же, очень понравилась система preferences, когда ты можешь непосредственно достаточно быстро определить в XML конкретную реализацию для определенного интерфейса, не добавляя лишнего. Это у нас использование юнит-тестов, пример. Ну и, соответственно, еще такой небольшой, буквально, ракурс примеров, когда мы можем нарушать XML специалист, даже при том, что нас команда M2 сильно, как показано на той картинке, заставляет им следовать при своей разработке. Потому что все равно, если захотеть, это можно сделать, правильно? То есть нет ничего непреодолимого. Главное поставить цель. Опять же, примеры взяты как с моего некоторых файлов, так и с коллег, с которыми я не знаком. Очень часто встречалась передача в конструкторах непосредственно самих реализаций, то есть при наличии preferences. То есть, как по мне, это нарушает тот механизм, который нам предлагает команда Magenta 2, то есть связывание с помощью XML интерфейса и конкретной реализации. Понятно, что в некоторых случаях мы можем от этого отойти, если у нас есть какие-то виски на это причины, но я считаю, что это все-таки является нарушением, и мы должны стараться этого избегать, учитывая, что уже механизм для его ненарушения есть, правильно? Следующее. Использование Object Manager очень часто встречается у коллег, которые работали на M1. Ну, я с ней не работал, но приблизительно знаю, что достаточно популярная вещь была. То есть она, по сути, в M2 осталась, но, насколько я помню, за это должны очень сильно бить по рукам, если это только не используется в классах, предназначенных непосредственно для инициализации. То есть это возможно factory, то есть билдеры определенные, если вы заранее... Насколько я знаю, насколько я помню с непосредственной информацией, которую я нашел в интернете, разработчики M2 категорически рекомендуют использовать предоставленный нам любезно механизм внедрения зависимости через конструктор. Давайте глянем. Еще такая вещь интересная, внедрение зависимости через DI. Вы слайд уже увидели, я могу рассказать, правильно? Если поинспектить PHP-ND, который тестирует код Magento 2, вы можете увидеть, что там в настройках стоит 13. Поэтому использование большего количества зависимости не только излишне утяжеляет ваши классы, но это нужно делать только в крайних случаях, ну и опять же, когда вы четко понимаете, что другого варианта нет. Почему плохо, когда их очень много? Опять же, вы усложняете процесс инициализации данного класса, ну и если их много, значит, вы что-то не так спроектировали, скорее всего. Ну и еще, ладно, что-то слайдов у меня. А большие и маленькие хелперы, коротко о хелперах, ну по большому счету, да? То есть, какая бывает практика? Не знаешь, куда метод сунуть? Да в хелпер. Еще не знаешь, куда метод сунуть? Да в хелпер. То есть, правильно? И потом у нас такие хелперы, а если они не такие, то их, они маленькие, но их много. То есть, соответственно, понятно, что если вообще наличие хелпера, это такой смайл, да, того, что у нас что-то не так спроектировано, с проектировкой модуля. То есть, потому что мы не знаем, куда всунуть в объектно-ориентированное программирование, мы не знаем, куда всунуть действие объекта, по сути. Ну, или, возможно, какие-то другие причины. Но, опять же, я считаю того, что даже если вы их используете, их нужно дробить. Опять же, не нарушая, то есть, фактически, хотя это не является объектно-ориентированной сущностью, по большому счету, это просто скопление методов, да, функций, по сути. Но, если они разрастаются до огромных размеров, это как контроллер с 64 методами, да, то есть, экшенами. То есть, вы начинаете смотреть, его рефакторить, и вы начинаете во всех кусках кода смотреть, как используется этот хелпер. То есть, понятно, когда у нас достаточно раздроблен, то есть, соответственно, ну, это такое, знаете, непоправимое зло. Если он у нас достаточно разброблен, то тогда все равно его легче рефакторить, то есть, каждый конкретный хелпер. Ну, как по мне. И, соответственно, заключение. Заключение, как по мне, я считаю, что M2 очень хорошая система для использования в разработке продуктов. Это мой взгляд, как человек, который только в нее вошел, да, то есть, я на ней не работал, никак не заинтересован, не являюсь нештатным сотрудником компании и тому подобное. Действительно, когда я переходил, там, одним из моих друзьям говорили, да что ты там, на танцем наезд идешь, там, ну, ты что, и тому подобное. Ну, на самом деле, очень все сделано было приятно для работы. Возможно, у меня были какие-то по докладу файлы и тому подобное. Сразу прошу извинить и всегда принимаю конструктивную критику, возможно, в вопросах сейчас или в вопросах, там, через компьютер, я не знаю, кто-то задавал через компьютер вопрос, нет? Да, 10 человек. Отлично. На этом спасибо, а если есть вопросы, возможно, у кого-то есть не вопросы, а комментарии по ходу моего доклада, кто-то, может быть, видел где-то там еще какие-то случаи или, возможно, у меня какой-то откровенный страшный файл, тогда просьба исправляется. Александр, спасибо вам огромное. Парочку вопросов для Александра. Все устали? Парочку пива для Александра. Все хотят пиво и спать, да? Ну, спасибо тогда за отсутствие вопросов. Идем пить. Все, там пиво есть, пиво нет. Спасибо. Мне понравилась коммуникация, поэтому угощайтесь, пожалуйста, в этом приеме.